Как сделать так, чтобы и работа шла плодотворно, и сотрудники занимались профессиональной деятельностью без опасений за собственную жизнь и здоровье? Задача, которая уже не один год стоит во главе угла перед представителями различных ведомств, отвечающих за реализацию мер по охране труда в областном центре. Аспекты и составляющие этого вопроса активно обсуждались в стенах Брестского горысполкома. Показатели эффективности деятельности по обеспечению надлежащего соблюдения мер охраны труда за 9 месяцев текущего года довольно высокие, и цифры эти оправданы. По итогам 9 месяцев направлено 176 миллиардов нединаминированных рублей на вопросы охраны труда. Это в два раза больше, чем в прошлом году. А из этой суммы порядка 83 миллиардов направлено на создание условий по ликвидации вредных условий труда, на обеспечение средствами индивидуальной защиты. Современное производство – это масштабный комплекс, каждый отдел которого отвечает за выполнение своих задач. Где-то они имеют более специфическую направленность, где-то условия для работы максимально приближены к обычным, бытовым. Однако это нисколько не исключает тех требований, которые предъявляются как к помещениям, так и к самим рабочим и к технике безопасности. Инструкции, к слову, соблюдаются в полной мере. Аварий и травматизма на предприятиях стало еще меньше. В городе Бресте ситуация с вопросами промышленной безопасности стабильная. Аварий инцидентов и несчастных случаев у нас минимум. Последние пять лет практически на предприятиях аварий и несчастных случаев инцидентов не происходило. Произошел один инцидент в этом году в предприятии Брестгруз Транслогистик. Значит, произошла авария с крана. Не авария, а инцидент. Отказ второй степени. Значит, причины неорганизационные, чисто технические. Перед началом холодного сезона особое внимание представителей всех контролирующих ведомств было направлено на проверку надлежащего состояния отопительных систем. Подготовка шла планомерно и основательно, а потому тепло поступило по городским трубам в сроки и дошло до каждого производственного потребителя. Кроме того, особое внимание было уделено оборудованности подсобных помещений, где сотрудники могут не только отдохнуть, но и перекусить, погреться, приготовить себе теплый чай или кофе. Создание условий для приема горячей пищи, для того, чтобы рабочие вовремя получали средства индивидуальной защиты, специальную утепленную одежду и так далее. Сегодня в профсоюзах имеется более трех тысяч в городе Бресте общественных инспекторов по охране труда. Вот они имеют право сегодня, каждый на своем предприятии, поскольку они избраны в трудовых коллективах и доверием пользуются особым коллективом, смотреть условия труда. Личная защита и соблюдение техники безопасности – еще одна составляющая эффективной реализации программы по охране труда. Сегодня белорусские производители рады предложить руководителям предприятий современную экипировку, которая помогла бы предотвратить возможные несчастные случаи. Большая выставка начала свою работу в холле. Вот такой костюм, он может стираться 150 раз. Он стирается, все остальные костюмы не могут быть постираны, потому что в связи с этим у них уходит система защиты. Во-вторых, его можно прожечь только за 720-750 секунд открытого пламени, что позволяет работать сварщику в 8-часовой рабочий день очень и очень комфортно. Он не изменяет свою геометрию при потре стирки и всегда выполняет то, что называется защита человека труда от внешних факторов, связанных с проблемами, как газосварщик и электросварщик. Защита прав и интересов трудящихся – одна из основных целей функционирования белорусских профсоюзов. Накануне они также провели расширенное совещание президиума, куда были приглашены руководители отраслевых первичек, а также районные лидеры. В числе вопросов на повестке дня и меры по охране труда. Как показал последний проведенный мониторинг, проблемы все же присутствуют, однако они имеют единичный характер и будут устранены в ближайшее время. Есть вопросы, но профсоюзные комитеты, техническая инспекция труда, федерация профсоюзов принимает все меры для того, чтобы наниматель каким-то способом выполнил вот эти проблемные, решил эти проблемные вопросы и они в ходе зимы были исключены. Есть немало примеров сегодня, которые отмечают, что по инициативе профсоюзных комитетов были намечены мероприятия, было запланировано финансирование нанимателем выполнение этих мероприятий. Это речь идет о подготовке комнат отдыха, комнат приема пищи, о закупке специальных средств венедальной защиты, которые работают в зимних условиях, сушилки, комнаты обогрева, которые по инициативе профсоюзных комитетов влегли в основу мероприятий, разработанных и нанимателем, и профсоюзных комитетом, и они в принципе реализованы. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.